МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси затвердены новые тарифы на некоторые виды жильево-коммунальных послуг на 2017 год. Сегодня у Гомеля прошло посаджение комиссии по безпеце дорожного руху. В областной универсальной библиотеке имя Ленина презентовали новый проект «Гомель у особах», а зараза бгэтым и иншим – больше подрабязна. Сегодня старшиня Республиканского комитета Беларусского профсоюза работников Аховы Здоровья Роберт Часнойць с рабочим визитом наведал Гомель. Он сустрелся с работниками Гомельской областной детячей клинической больницы. Отзначил уклад коллектива у захования здоровья подрастающего поколения и огучил решение оказать финансовую допомогу установе. Гэтые сроки Республиканский профсоюз работников Аховы Здоровья отримал от Федерации профсоюза у Беларуси у якости премии за досягнение 2016 года. Уладальники узнагороды у свою чергу вырошили охверовать ее больницы. Больше, как 20 тысяч денаминованных рублев будут накерованы на набитие медицинских обсталяваний. Мы хотим этим шагом подчеркнуть, насколько важно нашему обществу в целом, в частности, может быть, отдельным организациям и частной государственной форме собственности, развивать такое отношение спонсорства на медицинские цели, на цели здравоохранения. И пусть вот наш такой поступок будет примером для всех организаций, не только в Гомельщине, но и в республике в целом. После наведывания детячей больницы Роберт Часнойц принял уделу в пленуме Гомельской областной организации Беларусского профсоюза работников Аховы Здоровья под обязанностью нашим наступным выпуском. У Беларуси затверджены новые тарифы на некоторые виды жильево-коммунальных послуг на 2017 год. У приватности на теплоэнергию яны вырастут на 17%, настолько же на природный газ у тепляльный период. Кошт на электроэнергию застанется на ранейшем узровне. Причым дифференцированные тарифы на электричную энергию, якая выкаристовывается для потреба тепленья и гарачага водозабеспечения, снижены. За водозабеспечения, водоотведение, техобслуговывание жилого дома оплата застается ранейшей. Гэта связана с тем, что насельництва и так оплочивая их у 100% объеме. Кошты некоторых и инших послуг будет вызначаться Министерство Манты Монопольного Регулявания и Гандлю разом с Аблывы Конкамами. Сегодня у Гомеля пройшло посяджение комиссии по безпеце дорожного руху. У ее составе – керавництво областной ДАИ, управление аддукацией Аблывы Конкама, коммунальных и дорожных службов. На парадку дня – утримание в уличной дорожной сетке у зимовый период, профилактика детячих отравматизма и проверка свойчасового проходжения держтехогляду. По выниках рейдовых мероприемствах выявлено, что техогляда авто не пройшли амаль 70% у водителев. Часто подобная ситуация отзначается и на державных предприемствах. За гэта до администрационной отказности прытягнуто больше, як 5000 службовых особ. Як вядомость первого студента, по мер базовой величине повеличится до 23 рублев. В связи с гэтым вырасте кошт проходжения держтехогляду, а так само величиня штрафу за отсутность дозволу на уделу дорожным руху. Певные проблемы отзначены и у питания утримания в уличной дорожной сетке, порушение, якое выявляется, что год – невыконание правил захования пешча на солевой сумесе, что приводит до погаршения яе якости. Проблема с детским дорожным трансом на территории Республики имеется, на территории Гомищины мы в этом месяце уже приняли все необходимые меры и сократили рост дорожного трансформа, пришли с участием несовершеннолетних. Однако летний период – это был самый напряженный, обостренный с детским дорожным трансформатизмом. Сотрудники автоинспекции работали непосредственно в школах, в учебных заведениях. Ну и, конечно же, тот эффект, который мы проделали, он дал свои результаты за 12 месяцев. Городский фестиваль студентских отрадов пройшел в Гомельском государственном медицинском университете. Удельники подвели выники третьего прационного семестра. Вселета городский штаб БРСМ працевал отковал больше, как 8 тысяч молодых людей. Студотрады працевали на полях сельских господарок, на будовлях и буйных предприемствах Гомеля. Выездные пригады накировались за мяжу в Краснодарский край и Подмосковье. На церемонии закрытия прационного семестра отбылось узнагороджение лепших отрадов и их наймальников. Отрадно займитесь, что и городской исполнительный комитет, и Гомельская городская организация прикладывают все усилия для того, чтобы эта тема развивалась. Из года в год все больше и больше ребят в наших отрядах принимают активное участие. В этом году мы продолжили традицию и участвуем в строительстве главной стройки страны Белорусской аэлектростанции. Текстильные традиции Ветковского района в 2016 году занесены у спис нематериальной культурной спадшины Беларуси. Убачить на свои вочи неглюбские тканные вырабы конца 19-го, початку 20-го ста годзев адмысловые древы, зрушников, постилки и традиционные оденья можно на выставе у Гомеля. Она працует в филиале Ветковского музея старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова. Признание до неглюбки и ее майстрых пришло давно. Еще с середины 20-го ста годзя неглюбские вырабы пачали свою вандроуку у лепшие выставочные залы нашей краины и свету. В ДНХ у Москве, Экспо у Монреали и Осака. Набыл неглюбский рушник для своей коллекции навод Нью-Йоркский Метрополитен музей. Али саправдные скарбницы неглюбского рукоделля можно назвать Ветковский музей, где заховываются тканные и вышиванные рушники, постилки, дорожки, а майстрыхи раскрывают стаимницы сотни устарожитных орнаментов. Дякуючи шматгадовой экспедиционной праце мы научились не только собирать эти вещи и заховывать, а еще и выраблять. Мы сами сноем, красно заправляем, мы обновили археичную традицию паневного платна, кашули, те же самые рушники. Все это сейчас можно садкать, научиться садкать в филиале нашего музея тканской майстерни. И до этого же самой Неглюбцы, ее сельский центр тканства, где этому научаюсь. И средняя школа Неглюбская детей так само адмыслованно улучшая своему раместву. У областной универсальной библиотецы имя Ленина отбылась и презентация нового культурно-информационного проекта «Гомель у особах». Его главная мета – организовать для читачоу гутарку с вядомыми гомельчанами, чие имены вядомы усім и выкликают почутцы гонору и поваги. Старт проекту дала творчая сустреча с народной артисткой Республики Беларусь Людмилой Корховой. Людмила Корхова – народная артистка Республики Беларусь, ведущий майстер сцены Гомельского областного драматичного театра. За высокий профессионализм и особистый уклад развития театрального мастерства она удостоена множеству знагород. Вот им лику нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь и головного приза Беларуского союза театральных деячих «Криштальная Паулинка». Сегодня на Гомельшине Людмила Корхова – одиная народная артистка Беларуси у сферы театрального мастерства. За маль полстагодия службы в Гомельской сцене она сыграла коля сотни ролей у классичного и сучасного репертуару. Людмила Корхова – актриса, которая не боится экспериментов и импровизации. И она признается, в делу новом проекте библиотеки для ее зусим неозвыклая форма сносина у заглядочного. Я пришла вот на такую встречу, честно говоря, впервые. И мне самой очень интересно. Это моя первая проба. И я волнуюсь, потому что я как-то привыкла играть все-таки на сцене спектакль. Это режиссер, это автор, и я создающий образ. А вот такое общение с глазу на глаз у меня впервые. С вопросами мне самое интересное. Я хотела бы, чтобы, конечно, это в результате встречи получилось интересной и зрителю, который пришел. Героями нового проекта «Гомель» у особах в наступном годе станут гоноровые громадянию города, удельники и ветераны Великой Айчинной войны, представники науки, медицины, культуры и спорту. Плануется, что областной библиотеки можно будет сустретиться с заслуженным дейшим науки Республики Беларусь Юрием Плескачевским, доктором филологичных наук, профессором Иваном Штейнером, народной артисткой Беларуси Галиной Паулянок, заслуженным дейшим остатством нашей краины Робертом Ландарским и многими иншими выдатными особами города над Сожем. Проект продуглеживает творческие сустречи, презентации книг, музычные вишары, литературно-мостатские и фотовыставы. Культурно-информационный проект «Гомель в лицах» будет осуществляться не только в будущем году, но в течение нескольких лет. Я бы даже сказал многих лет. Мы сами не знаем, когда он завершится, поскольку он предполагает знакомство с теми личностями, которые являются гордостью нашего города. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, телерадоакампания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам самого доброго и до новых сустречу эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова